Антропа социогенеза Общей предпосылкой возникновения человечества выступило длительное историческое развитие природы. В виде сталом антропа социогенеза явилось развитие органического и биологического мира и в единстве с геологическими, географическими, климатическими, физико-химическими, космическими и другими неорганическими, то есть абиотическими системами. В соответствии с современной теорией эволюции и историческое развитие биологических организмов определяется рядом эволюционных факторов, мутационными процессами, популяционными волнами, изоляцией, естественным отбором и другое, включенными во взаимодействие с абиотическими системами природы. Эволюция действует не на отдельного индивида, а на популяцию. Через последовательную смену поколений сохраняются и утверждаются те признаки, которые оказываются удобными в данных условиях среды. Такое взаимодействие абиотических систем с эволюционными факторами определило предпосылки и протекание антропа социогенеза. Абиотические предпосылки антропа социогенеза лучше всего изучены в том, что касается геологического, географического и климатического фона, на котором возник человек. Меньше изучены космические и физико-химические факторы, которые, безусловно, оказывали большое влияние на процесс антропа социогенеза. Становление человека происходило в последний период кайнозойской эры истории Земли, в конце эпохи неогена. Геологические процессы – важная часть абиотической среды, изменения которой определяли развитие органических видов. Геологические предпосылки антропа социогенеза включают в себя оледенение и потепление, усиленный вулканизм, сейсмические и тектонические процессы, повышение уровня радиоактивности в результате землетрясений, горообразований, тектонических разломов коры и другое. Изменения магнитного поля Земли – за последние 5 миллионов лет магнитные полюса Земли менялись в 4 раза и т.д. Биологические предпосылки. Понять антропа социогенез невозможно, не проведя анализы эволюции высших биологических организмов, их анатома физиологического строения, которая послужила предпосылкой формирования определенной телесной организации человека. А следовательно, перехода к трудовой деятельности и формированию сознания. Современное материалистическое естествознание исходит из того, что человек естественным образом произошел от высших представителей животного мира – человекообразных обезьян. Человеко-обезьяны имеют столько много общих свойств, что это позволяет объединить их в один отряд приматов. Приматы – высшие представители класса млекопитающих. В современной фауне начинывается около 200 видов приматов среди более чем 4000 видов млекопитающих. Невозможно себе представить появление человека в составе иного отряда, менее одаренного. Приматы обладают широким набором высших биологических качеств. Особенно важно то, что большая подвижность отряда приматов и разнообразие функций их передних конечностей обусловили развитие большего по размерам головного мозга и его высокую дифференциацию. Ведь быстрое перемещение в трёхмерном пространстве и цепкие передние конечности, помогающие исследовать окружающую среду, высокая координированность движений требует высокой организации нервной системы. Основные пути перестройки телесной организации ископаемого предка в направлении очеловечивания – прямохождение, развитие руки и мозга, так называемая гоминидная триада. Переход к прямохождению, смена древесного образа жизни на наземный – одна из важнейших предпосылок феррования гоминид. Использование природных предметов – это ещё не труд. Труд предполагает создание орудий труда. Поэтому австралопитековых относят к животному миру, а не к миру людей. Но прямохождение, питание мясом, использование природных предметов для добывания пищи делает этих человекообразных обезьян непосредственными предшественниками человека. Биологическая эволюция австралопитековых связана в первую очередь с переходом от древесной жизни к наземной. Это сопровождалось увеличением опасностей для жизни австралопитека. Так, ряд черт поведения австралопитековых, сложившихся в условиях древесной жизни, был малопригоден, а то и вовсе вреден для наземной жизни. Австралопитек медленно бегал, у него не было когтей и клыков, необходимых для самозащиты. Малая плодовитость, как и у всех высших приматов, грозила вымиранием вида в условиях наземной жизни и другое. Поэтому естественный отбор происходил в направлении закрепления и развития тех качеств австралопитековых, которые позволяли противостоять враждебной окружающей среде. Прежде всего совершенствовалось прямохождение и устойчивость тела, увеличивалась подвижность передних конечностей для того, чтобы использовать камни и палки для защиты и нападения, выкапывание корней и клубни, сдирание шкуры с убитого животного, разрезание мяса и тому подобное. Кроме того, увеличивались отделы головного мозга, которые обеспечивают ориентацию в пространстве, возрастали взаимозависимость членов стада и их сплоченность, усиливались связи внутри стада, развивались средства общения, психика, форма отражения. У антропоидных предков человека трудовая деятельность, производство орудия труда, закономерно и неизбежно формируется в ходе систематического использования естественных предметов. С возникновением и освоением производства орудий труда был осуществлен один из важнейших в истории развития материального мира – качественный скачок из биологического мира. Посредством трудовой деятельности выделилась качественно новая форма материи – человеческое общество. Человеческое общество. Ведущей биологической предпосылкой, которая сцементировала все остальные предпосылки антропо-социогенеза, синтезировала и вела их к образованию исходного первичного производственного коллектива, была, видимо, стадная охота. Именно в стадной охоте деятельности, в принципе, коллективной, складываются и орудийные, и практические отношения к природе. Вместе с тем, возникновение зачаточных форм труда еще не означало, что на развитие общества перестали влиять биологические факторы. Еще долгое время природные условия вели за собой формирующегося человека, постепенно выходившего через посредства вроде труда и животного состояния, преодолевавшего путы природно-биологических связей, формировавшего деятельное, практическое отношение к миру. Человек вошел в мир бесшумно. Так образно характеризовал первоначальные формы человечности один из выдающихся антропологов XX века Пьер Теяр де Шарден. Биологические предпосылки социальных отношений. Генезис человека – это единый процесс морфофизиологического превращения животного в человека. Антропия генез. Из стадных объединений животных в человеческое общество. Социо генез. Становление социальных отношений способствовало обузданию биологических инстинктов, в том числе проявлений зоологического индивидуализма, замене их отношениями социальной коллективности. Коллективность человеческих объединений обусловлена также характером передачи опыта. Если в биологическом мире опыт передается через естественный отбор, то накопленный в процессе трудоопыт, то есть социальный опыт, надо передавать каждый раз заново от одной особи к другой, от одного поколения к другому. Трудовые навыки не закрепляются генетически, и каждое новое поколение должно усваивать опыт предыдущих поколений, чтобы получить возможность эффективно трудиться. Социальное общение у антропоидов поддерживается средствами коммуникации, язык жестов, звуковые сигналы, поражающие радость, печаль, злобу, возбуждение и тому подобное. Действиями, поцелуи, объятия и другое. Важную роль играет и демонстрационное манипулирование, как зачаточная форма передачи индивидуального опыта стадному коллективу или его части. Создание родового общества 35-40 тысяч лет назад означало полную победу социальных факторов развития человека над биологическими завершениями антропо-социогенеза. Ну вот теперь о современных проблемах человека, которые сейчас имеют место. 20-й век в науке, культуре и философии характеризуется как антропологический поворот к человеку. Антропологический поворот, связанный с именами Соловьёва, Шеллера, Плеснева, Бердяева и другими, был выявлен и вызван не столько реакцией против тотально научного подхода к человеку, сколько необходимостью изменения классической философии, которая абсолютизировала разум и сводила человека к абстрактной идее. Не только разум и поиски истины, но и духовные переживания, высших ценностей и стремления к любви, вере, надежде, нравственной солидарности отличают человека от животных. Рассматривая человека как культурное и социальное существо, философская антропология не редуцирует его к психофизиологическим и социальным структурам, а считает разумным, свободным и ответственным субъектом решений и поступков. Вот мы говорим ответственным субъектом. Кто-нибудь может сказать, что такое ответственность? Ты вообще безответственный? Самостоятельно. А? Самостоятельно. То есть я сейчас беру какую-то тяжелую палку и самостоятельно бросаю у вас. Значит, я ответственный. За это ответственный. А? За это будет ответственный. Так а что это такое? Будет ответственный. Что это значит? А вы мне повторяете то же самое слово. Я говорю, что такое елка? Вы видите елка. Спасибо, вот буду знать тебе. Просветили. Время от времени мы должны... А? Последствия. Как? Осознаваемый человеком последствия. А если меня не осознал? Предосредственность. Предосредственность? Вот вас в тюрьму посадят, а вы не осознали, что вы в тюрьме. Можете вылезать, попробовать. Вы себя не осознаете. Почему мы осознаваем это? Зачем это? А? Ответственность. Потерял слово. Спрашивайте, я отвечу. Например, уголовный подвес же нельзя привлечь к уголовной ответственности не из поступления человека. Если он сумасшедший, он же не ответственный. А, так и что? То есть вы что хотите сказать? Вы хотите сказать, что вас нельзя привлечь к ответственности? Принятие. Вас это привлечь. Ну. Ну и все, что не осознает? Ну, ответственность может быть? Что, для этого надо осознать? Вот я буду вас привлекать к ответственности, а вы, значит, не осознаете, что я вас привлекаю. Ну и осознавайте. Я вас привлеку. Причем тут это, ваше сознание. Вот, если вы, значит, я вас привлекаю к ответственности, накладываю на вас штраф. Пять тысяч рублей. Вот исполнитель этого штрафа. Он вас достанет из кошелька, отдаст мне. А вы не осознаете. Ну и не осознавайте. Ответственность, вот он, налицо. А за что у вас взяли штраф? За то, что не знаете, что такое ответственность. За это надо тоже нести ответственность? Так что такое ответственность? Какие еще есть гипотезы? Принятие последствий своих действий? Принятие. То есть, если я принял, то я, значит, и была ответственность. Если я не принял, то не было. Ну, вот, опять же, вы посадили в тюрьму. Хватите, принимайте. Хотите, не принимайте, все равно гуляйте один час. При чем тут ваше это принятие? Что-то вы много о себе так думаете. Гражданин начальнику – это ваше принятие. У вас есть непринятие, ему все равно. Ну, социальные последствия. Ну, социальные последствия взял и разрушил. И какая у меня ответственность? В смысле? Социальные последствия. Всем стало плохо после моих действий. И что? Это ответственность у меня такая? Выросла ответственность. Чем больше я разрушил, тем больше людей пострадало, тем выше у меня социальная ответственность. – Нет, но если человек украл что-нибудь, другие люди привлекут к ответственности. – Как они могут привлечь к ответственности? Они не знают, что такое ответственность. Я спрошу вас, чтобы вы мне рассказали, что это такое, а вы меня водите вокруг всё время. Можно я скажу? Ответственность – это реакция общества на поступки человека. Если нет никакой реакции общества, нет никакой ответственности. Если не наказали, если не приняли меры, правильно? Она говорит – я беру на себя ответственность за то, что сейчас я вас отниму, этот ваш мешок. Что значит я беру на себя? Это пустые слова. Вот если никакой реакции не последовало, нет никакой ответственности. Ответственность – это реакция общества на поступки человека. А кто такой ответственный человек? Он не ждёт, что будет реакция, он же сам реагирует. Сам уже действует так, с пониманием того, что его ждёт, если он это не будет делать. Он ответственный человек, он понимает, что он будет за это отвечать. Вот это он тогда осознаёт. А если он не осознаёт, то он всё равно попадёт под раздачу. Только он потом осознает, когда уже попадёт. Рассматривая человека как культурное и социальное существо, философская антропология не редуцирует его психофизиологическим и социальным структурам, а считает разумным, свободным и ответственным субъектом решений и поступков. Современная эпоха радикально отличается от периода становления философской антропологии. Конечно, и в XIX веке велись горячие споры между представителями различных конкретно научных дисциплин, таких как биология, археология, этнография, за право называться теорией человека. Задача современной антропологии состоит в выработке на основе частно-научных определений единой систематической теории человека. Основные концепции философской антропологии XX века. Представители философской антропологии выдвинули программу философского познания человека во всей полноте его бытия. Они предложили соединить антологическое, естественно-научное и гуманитарное учения различных сфер человеческого бытия с целостным философским постижением. Реализация этой программы должна была осуществиться на базе науки философской антропологии. Философская антропология – это учение о человеке с точки зрения бытия самого человека. Представителем является М. Шеллер. Что же представляет сущность человека? Антропологический дуализм духа и жизни. Поскольку жизнь – здесь нечто общее для человека и для остального органического мира, человек может претендовать на особое положение в бытии, если дух предстаёт как нечто принципиальное для жизни. В работе «Положение человека в космосе» Шеллер выявляет статус человека через соотнесение человека с другими формами органического мира. Чувственный порыв, инстинкт, ассоциативная память и практический интеллект – «В этом человек не отличается от животного. Человек – естественный человек, есть животное», – утверждает Шеллер. «Он не развился из животного царства, а был, есть и всегда остаётся животным». Но есть и существенное различие – это наличие у человека духа. Шеллер не просто констатирует наличие этого факта, а стремится дать человеку характеристику как духовному бытию. Наиболее важная характеристика человеческого души – это открытость миру. Животное ограниченное средовое обитание, дух человека преодолевает ограничения среды и выходит в открытый мир, осознавая его именно как мир. Таким образом, сущностная особенность человека связывается с Шеллером. С его антологической свободой и в силу этого человек способен постичь качественное бытие предметов в их объективном бытии. Арнольд Гелен, 1904-1976. Специфику и сущность человека определяет в ходе сравнения с животными. И эту специфику он связывает с особой исключительностью биологической организации человека. «Человек – это существо, открытое миру», – утвердает Гелена. «И эта открытость определяется его биологическим недоразвитием и недостаточностью, то есть неприспособленностью, неспециализированностью, примитивизмом. И как биологически недостаточное, неготовое, не установившись существо, человек должен сам решать задачу своего выживания. В силу этого человек является существом действующим. Действие – это форма человеческого владения природой в целях обеспечения его жизнедеятельности. Открытость миру и действенность человека обусловливает главный принцип его существования – принцип освобождения от бремени. Суть этого принципа – совокупные недостатки человеческой конструкции, которая в естественных условиях представляет тяжелое бремя, человек превращает в условия своего существования. Результатом этого становится превращение человека в культурное существо. Культура является определяющей сущностью человека. Кто знает, что такое культура? – Отружение пути по воде человечества. – Окружение чего? – Отражение. – Отражение? – Пути по воде человечества. – Отражение. То есть я имею такое кривое зеркало и отражаю пути. Вы же сказали, что просто отражение – я отражаю. – Культура – это результаты при организовательской деятельности человека. – Это вот… Ну, хорошо. Все результаты? – Вообще все. – Все, да? То есть эти вот газовые печи, где сжигали фашисты людей. Это сюда включайте, в культуру? – В культуру, да? Это в культуру, да? – Через 500 лет археологи откопаются, но мы не знаем культуру. – А если через месяца-два откопают на экзамене вас такой ответ, будет это другое. – Как это вы в культуру? – Так, хорошо. Помойки все в культуру, да? – Это культура помойки. – Чем больше помоек, тем больше культура, да? – Понятно. – Грязь, когда вот должно быть чисто, а у нас грязь на улицах, это тоже материально. – А если это не культура? – Как не культура? – Это материально. Это результаты деятельности человека. Вы чего? А кто это сделал? Кошки? – Нет, результаты преобразовательные. – Это преобразовательные. – Посыпают песком, все время сыпят песок сюда, все время сыпят сюда соль, чтобы уничтожать. – Это все культура. А вот в Финляндии бескультурные и финны, они не сыпят ни соль, ни песок. И там сухо и чисто. И не гниет. Это другая просто культура. Это культурная культура, это не культурная культура? Или как наоборот? Там культурная культура, у нас не культурная культура. – Две разных материальных культур. – А, две разных материальных культуры. – Мне кажется, что в рейк-мешкарабр веще. – Так, значит, наркотики кем созданы? – Человек. – Это культура. – Материальная культура, наркотики. Чем больше наркотиков, тем больше культура. Как нет, как нет. Здрасте. Как нет. Это если это культура, начинаем мерить. Много получается. Чего напали там на людей, которые перевозили на самолете, хотели из Аргентины перевозить. – Ну, это же материальная культура. – Ну, только если материальная культура, то надо им премию дать. За перевозку. – Ну, пускай это министр культуры пусть и вручит. – Это же нейтральные понятия. – Так. Как это нейтральные? Кто это вам сказал, что нейтральные? Вы придумали? Вы теоретик культуры. – Все помыслы. – И какие у вас есть труды на этот счет? Где можно познакомиться? – Они еще создаются. – А водку производят, это тоже культура? – Да. – Тоже культура, да? Понятно. Хорошо. – А если… – И самогон, и самогон культура, да? – А? – А если получили, то есть, соответственно, есть труды. – Хорошо. Если духовная севуха, это тоже культура? – Ну, да. – Это культура. – То есть, всякую грязь, если распространяют, там, в интернете, допустим. – Но нет же севера, что культура – это создано, что это вторая природа. – Что это? – День же севера. – Так вторая природа. Одна хорошая природа, а вторая плохая, никуда негодная, что ли? Вторая природа. Это как вот только что. Я думаю, что вы знаете, что есть целые острова в океанах, которые плавка, которые плавка, бутылки, миллион квадратных километров бутылок, пластмассовых, вот одно в один остров сложились. Это культура по-вашему? По-вашему, это точно культура. – Это точно материальная культура. – Это материальная культура. – А если у братья сейчас строят, то без культуре будет? – Да, без этого. – Это будет без культуре. – Без этого материального культура. Я слышу, что столько культурных людей подходит к озерам, и все бросают бутылки, бумагу, консервные банки. Я вот откуда это идет. Это с исторического факультета идет такая манера. Но это два понятия. Культурный человек и культура. Это разное. Да? Да. Мне кажется, вы говорите... Как это разное? Интересно. Если вы мне дадите понятие культуры, я уже сам додумаюсь до того, что такое культурный человек. Я понял, что культурный человек, который покурил, бросил. Выпил, так сказать, бутылку, бросил. Консервную банку открыл, бросил. Бутылку разбил, чтобы вы потом порезали себе ноги, когда пойдете в воду на Финском заливе. А если вы порезаете ногу, у вас кровь потечет. Это материальная культура, дорогой. Дорогой, если не два, это будет рана у вас на ноге, долго заживающая. Да. Это может быть у вас... А может, у вас не хватает. А у меня другая говорит, что у вас культуры не хватает для того, чтобы сформулировать, определение культуры. Ну, когда археологи находят битые ножки, что нельзя не называть культурой. Что? Ну, когда археологи находят ножки, захоронения, это же все будет. Ну, и что? Ну, дайте определение, культура хорошая. Что вы мне даете такую ерунду? А вот эти самые делали абажуры немцы и с человеческой кожи тоже по вашему культуру? Вы не состояли там? У них в какой партии? Откуда у вас такие представления? А волосы собирали и делали, и там набивали матрасы? Вы не смотрели там, наверное, фашизм? Ну? Это вы оттуда, что ли, подчеркнули это? Откуда у вас такое понятие культуры? Вот всякая гнусность и грязь, которая была сделана за всю историю человечества, собрали и назвали культурой. Ну, не только же гнусность. Не только, а в кучу все свалить. Все эти грязи хорошие, все в кучу свалить и вот мешать. Вместо того, чтобы отделить культуру от бескультуры, вы свалили культуру и бескультуре в одно целое и назвали культурой. Это еще хуже. Представляете? В защиту моего коллега скажут, что мне кажется, это про антологическую культуру. Не надо защищать, у него миллиард 380 миллионов. Все, он справится с вами. Если мы противоположим культуру, натуру, значит, что все созданы независимо от того, что... Зачем мы должны противополагать-то к культурой? Ну, почему мы должны противополагать обязательно? Культуру и натуру. Ну, почему мы должны противополагать? Ну, конечно, нам надо диагон mike. Вы к природе-то имеете отношение, нет? Вы к природе имеете отношение? Ну, а что и правы, чего и полагать? Ну вы же животные или не животные, или растения? Я общественный. Ну ты общественный, вы рыба или животные? Не-не-не, просто... Вы дуб или животные? Ну, можно третий вариант? Третий вариант – береза или животные? Я... Так, значит, запишите, пожалуйста. Культура – это накопленный опыт человечества. Опыт. Опыт, между прочим, состоит в том, что не надо строить газовые камеры, а не в том, что надо их строить, как нам некоторые хотели тут. Опыт. Накопленный опыт человечества, материальный и духовный. И в это то тут входит, что не надо делать, а не только что надо делать. Накопленный опыт. Это совсем не то же самое, что просто собирать, как в старёшке, всё барахло, всё, что наделали люди, наделали в буквальном смысле. Вы что наделали? Не надо всё это барахло собирать в культуру. В культуру надо собирать опыт накопленный. Если вы научились делать амфоры, амфоры собирайте. А если вы научились разбивать амфоры, не надо это собирать. Опыт по тому, как разбивать амфоры, не надо разбивать. Это надо называть, что у нас урок такой, что те люди, которые создают газовые камеры, уничтожают человеческую культуру вместе с людьми. А вы то, что должно брать как отрицательное, берете как положительное. А ступенчатые пирамиды цивилизации Южной Америки, они уже приносят на счастье с ним, это наши одежды в масло. То что? Ступенчатые пирамиды цивилизации Южной Америки. Ну и что? Они же приносились масло, для этого они исправили. Ну и что? Ну это накопленный опыт человечества. Входят они в накопленный опыт человечества? В опыт. Не просто вот предмет сам по себе. Мы же объекты культуры, они связаны с людьми. Не просто то, что вы настроили. Мало ли что-нибудь сломал, разбил, уничтожил. Взял сейчас, вот сломал стулья, разбил эти самые лампы. Это же было, скажут, это было, здесь всё было, осколки есть, давайте сохранять. Это сохранять. Или сохранять то, что надо таких людей, которые это делают, доказывать и привлекать к ответственности. Это человеческая культура. А потому что она есть материальная, есть духовная. Не всё, что создано материально, это культура. Грязь всякая. Эти вот свалки бесконечные в Москве, вот недавно были, целые акции люди требовали, чтобы убрали эту самую свалку, от которой страшно и будет. А что она, она, от чего это идёт свалка? От того, что неправильно производят? Или от того, что люди некультурные? В той же самой Франции сейчас запретили производить пластмассовую посуду. Почему? Потому что опыт человечества показывает, что вы живёте 70 лет, а ваша выброшенная вилка или стаканчик пластмассовый, сколько лет живёт? А? Ну, дверь, ну, не надо уже. Но ведь пластики есть, правда? Две стилет. Вот те, которые как раз вы используете у нас вот внизу, возьмёте сейчас вот эти пластики, вы живёте 200 лет. И определенные мешки. А как же тогда это всё дознать? Объект? Это объект, использование такого объекта от отсутствия культуры. Вот, например, если... Вот я уже вам сказал, как назвать. Вот в той же Франции принимают закон, чтобы это не использовать. Те же самые тарелки можно делать бумажные. Бумажные – это что такое? Деревянные. А деревянные – это объект природы. Они разлагаются через месяц. И всё. Мы всегда приходим в музей, ну, не новейшие истории, например, а в музей археологии приходим и читаем. И там читаем, как люди избавлялись от своих негативных явлений, в том числе от негативных поступков. В том числе таких, которые наносили урон природе и человечеству. Вот мы должны что-то изучать в музеях. Это правильно. Да. Но это же всё в разделе материальной культуры. Это же в разделе материальной культуры, чтобы показать, что не является материальной культурой. Всё понятно. Так, у вас там был какой-то вопрос большой. Я хотел сказать, что для археологов уже самое ценное выделяется дистриторическая помойка. Вы так думаете? А археологи. Вы так думаете, да? Это для таких вот археологов является помойка. И таких. Да я против помойки. Я за то, чтобы не бросали прямо на улицы. Я за помойки. Но сами помойки могут быть другими. И использовать можно эти помойки. Ну вот, значит, я вам приведу то, что для вас незнакомо. В силу разности у нас в возрасте. Потому что я ещё жил при коммунизме какое-то время. И вот в наше время, когда у нас тут первым секретарём обкома был товарищ Романов, в это время создавались мощные в Ленинградской области комплексы по разведению свиней. И у нас город был завален. Свежие, так сказать, у нас всегда была ветчина. В магазинах стояли и дешёвые. Чем кормили свиней? А вот весь город, все дома, без исключения, во всех домах, через этаж стояли вот такие вот баки для пищевых отходов. И весь город складывал туда пищевые отходы, которые сейчас составляют основу этой вот вонии, зловонии, того, что есть там на помойках. Если там на помойках у вас стружки бы медные лежали или бумажки, это одно было. Это всё же гниёт. Вот эти самые пищевые отходы складывали. Каждый день дворник должен был вымыть. Конечно, сейчас это немыслимо, потому что дворники были в каждом доме. А в каждом доме была квартира служебная для дворника. Если дворник здесь не работает, то он тут не живёт. Поэтому всегда были люди, которые тут жили. И вот он получал деньги за это дело, за то, чтобы он каждый день вымывал с крышкой кастрюли такой большой. И каждый день приезжали машины строжайшим образом. И каждый раз забирали. И отвозили на эти самые комплексы. И у нас получалась дешёвая свинина. Видимо, невидимо. Потом это утрачено. А сейчас что делают? Мы говорим, вот раздельная уборка мусора в Финляндии. И действительно человек подходит, я сколько раз наблюдал, нередко был в Финляндии, так сказать, сюда бросает металлическое, сюда бросает пластмассовое, сюда бросает бумагу, сюда бросает какой-то другой. В чём проблема? Люди не бросают или не ставят. Вы не видите, что не ставят этого, не делают. Это о чьей культуре говорит низкой? Людей или организаторов этого дела? Ну, так в том-то и дело. Потому что есть всякого рода компании жилищные. Чем они занимаются? Вот вы, если станете руководителем этой самой жилищной компании, что будете делать? За границу будете ездить на те деньги, которые будете состригать. Кто устанавливает зарплату? Они. С чего это вдруг? Откуда они взялись такие, вдруг идут на эти места? И что они делают? И ещё раз повторяю, в этом определении главное. Опыт. Опыт надо накапливать. Опыт можно накапливать или вещей. Что вот вещь, знаете, как сделана. Или в виде средств для производства этих вещей два. Либо технологии для производства этих вещей. Или уроки, которые извлекают человечество. Что не надо не газовые камеры надо строить, а вешать тех, кто строит газовые камеры. Вот в чём состоит опыт-то. Вот виселицы те, на которых повешены те, которые строили газовые камеры. Вот надо поставить в музей. А газовые камеры, о них можно и так рассказать. Не надо их в культуру уносить. Это значит, что определение Гегеля не очень точно. Что? Определение культуры по Гегелю – это не очень точно. Вторая приводка. В определении Гегеля вы ещё. Гегель в вопросах социальных не дошёл до того уровня, на котором стоят Маркс и Энгельс. То есть, о чём говорить? Ну ведь те, кто изначально придумали те же самые конституционные лагеря, они же не сделали никакой ответственности. Наоборот, стали героями. Тоже лично. Это ваши герои или ваши любимые герои? Нет, они герои в Британии. Нет, ну, при чём тут Британии? Мало ли кто их считает героями. Британия считает героями тех, кто колониальное господство Британии обеспечил. Вы тоже считаете это их героями? Ну, это и герои. И ваши тоже? Ну, я не британец. Так мы о вашей ответственности говорим. Я-то им не буду ставить оценки. Оценки это я вам буду ставить. Вам лично. Не в Британии никто не поедет. Потому что, ну, что ли, опытный... Это то, что вы называете сейчас, это называется относительность истины. Вот то, что я зачитывал. Относительность истины. Дескать, а вы так считаете? Я считаю, что дважды два-три. От руки, вот он сидит в окна и говорит, а дважды два-семь. Потому что от стены, если смотреть, то семь. Ну, мало ли, что они там считают. Какое имеет значение для истины, кто как считает? Нет, никакого. Абсолютно. Опыт можно и потерять. Большая часть человеческого опыта все-таки потеряна. Так можно его еще не набрать. Вы еще не набрали, чтобы его потерять. Как вы можете потерять то, что вы не набрали? Вы наберите сначала опыт. Вот вы сначала усвоите определение культуры. А потом будете уже терять что-нибудь. Вам что тут не нравится в определении, что это накопленный опыт человеческого? Не сам по себе предмет. А предмет для человека. Предмет для его развития. Что вот то, что все предметы для его развития, это предметы культуры. А предметы для его уничтожения, если они не используются никогда для развития человека, тогда они уже не элементы культуры. Атомные бомбы у нас используются для борьбы с американским фашизмом сейчас. А вот если у нас не будет этого противостояния, скажем, и не будет капитализма, зачем нам эта атомная бомба? Она будет памятником тех времен, когда была вот такая ситуация в мире. Ведь без атомной бомбы, без оружия массового уничтожения, не было бы ни атомной медицины, ни атомного реактора. Ничего бы этого не было. Да? То есть вы считаете, что атомный реактор от атомной бомбы произошел? Нет, в смысле гражданское использование. Я раньше думал, что это от физических исследований такие, результаты такие и такие. Что одни и те же ядерные исследования могут привести и к тому, и к тому. А вы считаете, что нужно обязательно было бомбу взорвать в Нагасанте или в Керосиме? Для того, чтобы были у вас... Я так не считаю. Не считаете? Но похоже на это. Просто изначально атомные реакторы строились для производства оружейного урана. Да. То есть вы только после использования атомных бомб пришли к использованию как большого кептильника. Ну и что? Ну и что? Ну и что после этого не значит следствие этого? Ну и что? Ну и что из этого? Что было после? Было, было, было. Вот если я родился вот позже у вас, я что, умнее, что ли? Ну и допустим, опять же, с той же лучевой болезнью, которая была вызвана взрывами в Нагасанте и Керосиме, не было бы атомной медицины. Да. Это влияние атомного... А если бы не было воздуха, вы бы сейчас мне ничего не сказали. Вы не путайте то, что является условием чего-то и что является сущностью чего-то. Это разные категории. Это говорит о том, что у вас, так сказать, неочищенное мышление, неосвободенное, не свободное. Вы не можете оперировать понятиями еще. Проследствия. Да и что последствия? Ну вот вы говорите, это то, что является условием, ты берете за суть дела. Вот у нас вот наличие воздуха здесь, это условие того, чтобы мы с вами друг друга понимали. Почему? Потому что звук передается через воздух. Воздух вы качаете, и вы ничего не услышите. Ни я не услышу вас, ни вы меня. Из этого не следует, что воздух – это содержание нашего разговора. Не следует. Никак. И из того, что это впоследствии было к чему-то привело, из этого еще не следует, что это причина. Но то, что потом было, это не значит, что предыдущее было причиной. Ну и без лучевой болезни вы, без этих лучевых болезней, кто бы не знал, что вообще такие болезни. Вы лечили лучевую болезнь относите к культуре или к отрицанию культуры? Нет. Вы куда относите лучевую болезнь? Я сказал, я... Человечество стало культурной. Много уже заболело лучевой болезнью. Атомная медицина – культура, тогда... Атомная медицина – культура. А лучевая болезнь, конечно, не культура. Изучайте атомную медицину, и вот туда входит лучевая болезнь с отрицательным знаком. Входит она. Все ваши болезни относятся к вашему здоровью. Но вы, я буду поддерживать, надо здоровье. Вообще надо не бороться с болезнями, а укреплять здоровье, между прочим. У нас некоторые товарищи, которые занимаются медициной, забыли, что надо заниматься здравоохранением, что если вы чувствуете себя плохо, надо отправить вас в дом отдыха, хорошо накормить, дать большую стипендию, чтобы вы не болели. А сейчас делают все по-другому. Вот вы заболеете, тогда вас куда-нибудь... Раньше вот там вместо таких вот шикарных домов через мостик, через точков, там стояло, между прочим, стояло здание в общежитии. И там студенты находились со слабым здоровьем, чтобы они поправляли свое здоровье. Но ведь не все болезни являются следствием неправильного образа жизни. Не болезни, а вот вы все время не с того конца подходите. Так вы что, у вас какая задача, укреплять здоровье людей или бороться с болезнями? Борьба с болезнями – это элемент здравоохранения. А задача не является борьбы с болезнями, задача является здравоохранение и укрепление здоровья народа. Вот если я борюсь за укрепление здоровья народа, то я, естественно, осуществляю борьбу с болезнями. А если я борюсь только с болезнью, то я дождусь, когда вы заболеете, а до этого не подходите ко мне. Не подходите. Как заболеете смертельно, приходите, будем вам помогать. Дадим вам наркотик, чтобы вы не мучились. Не путайте плюс и минус. Если, допустим, у меня есть заболевания, которые, в конце концов, меня убьют через некоторое время, я борюсь именно с ними, то есть я уже и болею. Да вот я чувствую, что вы сосредоточены на них. Вместо того, чтобы подумать о здоровье народа, вы думаете о своих заболеваниях, от которых можете умереть. Это уже болезненное сознание у вас. Ну, как все-таки мы ставим вопрос? Мы будем укреплять здоровье людей? Это входит сюда борьба с болезнью или не входит? Входит в эту задачу. Это что значит надо? Это прежде всего спортом надо заниматься. Не делать бешено дорогие лыжи и коньки. Что это надо, так сказать, какие-то сумасшедшие деньги иметь для того, чтобы приобрести то, что нужно. Не делать платным спорт. С научной точки зрения целью зазолистического производства является обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех шленов общества. Это включает в себя, конечно, борьбу с болезнями, но не сводится к ней. Вот это положительная задача. А эта положительная задача требует решения таких задач, как борьба с отрицательными явлениями, мешающими здоровью. Вот и всё. Борьба с болезнями – это элемент здравоохранения, но не главное. Главное – это укрепление здоровья. Надо, чтобы люди были здоровы, чтобы жизнь не приводила их, чтобы труд был не такой, который приводит к профессиональным заболеваниям, а он приводит. Но самые страшные болезни не откуда появляются, а они появляются от того, что люди находятся в условиях труда, которые приводят к тяжелейшим заболеваниям. Сейчас с этим борются очень просто. Переводят вредные в невредные, особо вредные в не особо вредные, чтобы убрать дополнительные дни отпуска и оплаты, и молоко, которые давали при наличии вредного труда. Вот сейчас идёт именно такой процесс. Борются это не с болезнями, а борются с мерами, которые предупреждают болезнь. Вот сейчас идёт такая борьба. Ещё раз. Вот в этом определении, которое он дал культуры, здесь самая соль не в предметах и даже не в духе, а в том, что здесь предметом является опыт. Опыт человечества. Вот в чём смысл культуры. Опыт. А опыт какой? Он и материальный, он и духовный. То есть чему человечество научилось? И в смысле того, что производить, и как производить, и что делать. То есть технология и культура, или так, техно. Это что такое? Это искусство, да? То есть чему научилось человечество? Вот культура. И человечество научилось, это не только на положительных примерах, но и на отрицательных примерах. И отрицательные примеры не превращаются в положительные. А в опыт это всё входит. Но входит с отрицательным знаком, как и положено ему. Какое антонимы будет слово? А? Какие антонимы будет слово? Натура. Культура? Натура. Натура? Антонимы натуры. О, антоним будет, я сейчас скажу, природа, то есть натура, да? Природа. Вот у нас что кругом окружает вот сейчас? Город. Нет, вот это что? Материальный. Материальный. Не так. Это вы оторвались от народа, от природы. Это человечная природа. Стул, вот на котором вы сидите, и стол – это человечная природа. Это что такое? Это природа, ну, человечная. А что это такое? Ну, это человек, вышедший из природы, сам человек, относящийся к природе, сделал своими руками. Всё, и это человечная природа. Из чего? Из того, что есть в природе. Это человечная природа. Вот это тоже очеловечная природа. И даже вот это стекло, которое там, а ртуть тоже из природы взята. Это ртутные пары там. Всё это очеловечная природа. То есть нельзя так жёстко противостоять. Вот природа, вот не природа. Просто есть природа очеловечная. У нас всё больше и больше очеловечивается природа. У нас есть лесопарки, потому что это уже не леса. Или леса, которые изгажены, допустим, теми людьми, которые считают, что это культура. Вот то, что я набросал там. Они тоже считаются очеловечными? Конечно, очеловеченные, конечно. Какие же они неочеловеченные? Заходите, вот в ближайший лес пойдите, там обязательно мусор полно. Это видно, тут был Вася. Точно был. И не только Вася, и Петя еще был. И Игорь. Втроем они были. И бутылка, и две бутылки. Иначе мы никакого компаса не будем иметь для отличения культурного от некультурного. А можно, скажем так, несерьезный вопрос? Давайте, несерьезный. А вот, допустим, надпись на скале «здесь был Вася», она к положительному, к переключателю будет относиться? Она? Нет, конечно, не к положительному. Потому что этот Вася думает себя увековечить, а не оставить природу. природу в таком состоянии, что не испорченным его надписями. Потому что таких Вася очень много, и все испещрено. Раньше вот студенты писали очень сильно на всех. Вот сейчас я вот такого уже нету. А то было просто подходить, чтобы все исписано. И Ви, и Вася, и Петя, и Дима, тут все написано. Но если бы древние люди не оставляли письмена на скалах, тогда современная наука не смогла исследовать историю. Древние люди такие письмена, что здесь был Вася, и не оставляли. Древние люди рисовали, как они понимали, картины. Картины и оставляли надписи. И надпись тоже не такого типа. Здесь был Вася. Они собирались не себя увековечить, а собирались свою деятельность увековечить. Что-то пытались, что-то светлое сделать. Ну, культура – это тоже культура. В Гринне и Новороде. А? Эпиграфики в Гринне и Новороде. Да. Были такое. Потом, если… Одно дело, когда люди еще не делали письма, не было письменности, а впервые на чем-то пишут, то уже не важно, что они пишут, важно то, что они научились писать. А другое дело, людей научили писать, и они ничего другого писать, кроме того, что здесь был Вася, они могут. Но это же двигатель. Видите, разница? Например, по надписям рабочих на пирамидах, которые тоже писали, здесь был Вася, мы можем там восстановить… Вам определение, которое я вам дал, нравится или не нравится? Ну, руководствуйте всем. Практической работе. Всегда при применении определения надо еще подумать над конкретным содержанием. Вот и все. Хельмут Плеснер такой был. 1892-1991. Он понимает, что свободу, способность к культурному творчеству нельзя объяснить лишь специфической биологической структурой. И он обращается к особенностям психики человека. Человек отличается от животных эксцентрической позицией. В силу этого человек способен отделять свое «я» от физического существования. Осознание собственной самости, осознание себя как личности приводит и к осознанию внешнего мира. Собственное существование, равно как существование всего сущего, осознается человеком как нечто случайное. Отсюда тяга к поиску такой основы мира, которая не подвержена случайности, поиск абсолютного бытия, Бога. Поскольку человеку не дано знание, лишенное сомнений, он обречен на бесконечные поиски устойчивого бытия. Ну вот, как видно из относительно краткого содержания, проблема сущности и бытия человека принадлежит к разряду вечных философских проблем. Ну вот, на этом я хочу сказать, что заканчивается тот раздел нашего курса, который носит обзорный характер. То есть, мы такую картину получили о различных философских концепциях, начиная от самых древних философских учений и до нашего времени. Вот меня спрашивали уже, а что вот почитать по истории философии. Вот, например, Ленин рекомендовал лекции по истории философии Гегеля. Почему Гегеля? Потому что, когда пишет историю философии человек, который сам является великим в философии, то его можно ему в этом отношении доверять. То есть, он тогда знает, к чему и какие, что сказать об этих концепциях, потому что он говорит о том, что вошло не просто в историю философии, а что вошло в существо современных философских течений и что составило строительный материал для более высоких форм философии. Вот что важно. Поэтому важно, чтобы не просто схватить любой учебник, любую книжку по истории философии, а если вы берете такую книжку, которую написал гений в области философии, то это будет не зря потраченное время. Вот что важно. А так, в принципе, руководство по истории философии тьма, и, так сказать, нет никакого тут недостатка в них. В то же время, когда мы рассматриваем философию в виде очерков, кто что сказал, то у нас получается, как вы, наверное, уже заметили, некоторых, кто в лес, кто подорвал. Есть такое? Есть. Потому что разные философы по-разному понимали. Вот говорили. Вроде того, как некоторые говорят о каком-то человеке, фамилии человека. Вот Абрамович уже живет при коммунизме. И как выяснилось, коммунизм будет заходить по отдельности в разное время. Можно и так к этому тогда подходить. То есть такого рода рассуждения они далеки от современного уровня философии. Поэтому у нас есть вторая часть нашего курса, которая называется «Социальная философия». И здесь мы попытаемся к этим же всем проблемам или к многим подойти уже с других позиций, современных материалистических позиций с использованием того диалектического материала, который для нас подготовил Гегель, с использованием его науки, и логики и того аппарата, который он сделал. И первое, что мы должны с вами сделать, это разобраться о том, что такое материя. Материя. Вы хотите спросить или ответить? Спросите. Ну, спросите. А рассуждение о методе Декарта? Что разве? Нет вопроса. Я в смысле, можно? Все можно. Хорошо, не имею. Горбачев говорил, что то, что не запрещено, то разрешено. Ну да, я имею в виду. А они полезны вообще? Можно? Ну, если их чтение дальше полезно? Это полезно для тех, кто дальше к Декарте не пошел. А дальше Декарте очень далеко ушел Гегель, который говорил, что метод, есть осознание формы внутреннего самодвижения и содержания изучаемого предмета. Я думаю, вы сразу даже это не ухватите. Метод есть осознание формы внутреннего самодвижения и содержания изучаемого предмета. Вот, если вы хотите понять, что это такое, значит, как вот к этому, к этой фразе надо подойти. Значит, вы изучаете предмет, да? Обратили внимание, это осознание формы внутреннего самодвижения и содержания изучаемого предмета. Значит, изучается какой-то предмет. Ну, берется он мертвым или как в движении находящийся? Что видно отсюда? Как находящийся в движении. Что его толкнули, он поплыл. Или это самодвижение предмета? То есть надо изучать самодвижение предмета, да? Ваш метод для изучения самодвижения предмета или для изучения мертвичины? Вам для чего метод нужен? Если для изучения самодвижения, то самодвижение за счет чего осуществляется? что является источником самодвижения. А разрушение предмета – это тоже его самодвижение? У вас предмета нет. Предмета нет у вас. Мы сейчас взяли какой-то предмет. Вот еще раз, не отвлекайтесь. Взяли предмет. Предмет надо брать неподвижным или в движении? В движении. С внешним толчком или в движении внутренним? Внутренним. Вот поэтому там такие слова. Сознание формы внутреннего самодвижения – содержание. Содержание – не какая-то там пробирка, а содержание этого предмета. Значит, вы должны проникнуть в содержание и найти его самодвижение. Самодвижение чем обеспечивает? Да, энергией, конечно. Самодвижение, источником самодвижения, что об этом говорит диалектика? Источником самодвижения является противоречие. Какие? Внешние или внутренние? Когда вы вопрос задаете, у вас противоречие есть между тем, что вы знаете, и тем, что хотите узнать? Или это мое противоречие? Это вы мне задаете вопрос, потому что у меня такое противоречие, или потому что у вас такое противоречие? Ну, так у вас внутреннее противоречие. Мы изучаем внутреннее противоречие – источник самодвижения. То есть надо разобраться во внутренних противоречиях. Что получается? Осознание формы внутреннего самодвижения содержания. содержание. Значит, надо осознать форму разрешения этих противоречий. Вот осознание этой формы, а как вы её осознаете? Выразить в языке надо, то есть в словах. Вот когда вы это опишите, это будет метод. И метод в этом смысле неотделим от содержания. Вот этот метод сам и вас даст это содержание. Не отдельный метод, а отдельное содержание. Дескать, это же не лопата, что вы тут этой копаете, а используйте для другого. Никто его не пропустил, он уже пройден. Пройден Декарту. Декарт создал Декартовую систему координат. Вот так будет Y, вот так X. Зачем это пропускать? Она везде используется в математике. Хороший метод. Вам не нравится Декартовая система координат? Это пошло в человеческую культуру. Не волнуйтесь, всё хорошо с Декартом. Он пристроен. А вы ещё не пристроены. Вам надо осознать, зачем надо пользоваться в истории. Вы же историк. Вы изучаете историю борьбы человечества. Такая-то борьба совершается через противоречия, которые есть в обществе. Так вот, что такое материя? Вопрос я вставлю. Тему мы открываем социальные формы движения материи. Вот что такое материя? Материя это простая категория или сложная? Сложная. Сложная? А чего она сложена? А чего тут сложного? Сложная конкретная материя. А вообще-либо вообще разве она сложная? Человек вообще, что сложнее? Человек вообще или вот вы? Вот вы, я про вас могу рассказывать очень долго, и вы про себя. А про человека вообще уже гораздо меньше. Чего там сложного? Чем больше абстрагирования, тем меньше сложностей. Материя, это и конкретная материя, никакая конкретная материя не берётся. Берётся материя вообще. Из чего она сложная? Ни из чего. Она единая и неделима. Это материя. Материя мы всё берём как одно. Какая же тут сложность? Вот если мы берём уже Вселенную тогда или мир, это сложно. А если материя, что тут сложного? Что материя? Что не материя? Вот всё, что есть, всё и материя. Что тут сложного-то? Не придумай, не запугивай её сами себе. Перед нами материя. Что тут сложного? Вот всё, что перед нами, то и материя. Начало должно быть, может быть, простым или сложным. Можно начинать со сложного или надо начинать с простого? Простого. Вот оно, это простое понимание, простое. Другое дело, что это простое, получено. Это же категория. Как получается простая категория? Путём абстрагирования. А что такое абстрагирование? Чтобы мне от всех, от вас абстрагироваться, что я должен сделать? А? Отвернуться это так не получится. Нет, я должен подойти. Вот я хочу от вас абстрагироваться. Так, от вас я уже абстрагировался. Я всё. Теперь от вас абстрагируюсь. абсолютную абстрагироваться, да долго мне ходить придётся. И вот когда я от всех абстрагируюсь, от всех оттолкнусь, рецепт сказать, это не вы. Это не вы. И не вы, и не вы, и не вы. И что получится? Вот что в итоге получится? Абстрагирование, то есть отрицание того, дескать, мы это не возьмем. Вас не возьмём, вас не возьмём конкретно. Это что такое? Это значит, чтобы абстрагироваться, надо соединиться отрицанием с каждым, от чего вы абстрагируете. Никак иначе абстрагирование нельзя понимать. Что у нас? Если я буду рассказывать, я не вы, ещё я не вы, и не вы, это значит, я должен рассказать обо всех, о вас. Но в какой форме? Ну, только надо не впереди ставить, и вся разница. Какая разница, это отрицательное взаимодействие или положительное взаимодействие? Всё равно, если я хочу от вас оттолкнуться, я что должен сделать? Я должен к вам притронуться. Если я к вам не притронусь, я не смогу оттолкнуться. Вот теперь я от вас оттолкнулся и оказался в тесном союзе с вами. А с вами, извините. Вот люди, не поднаторевшие, так сказать, в абстрагировании, они думают, что если они слово не поставили, то после этого нет, какой-то провал, всё-таки пропало. Никуда оно не попало от того, что я скажу, что я не такой, как вы. Это я себя определил через вас. Чтобы знать, кто такой я, надо знать, кто такой вы. Правильно? И я не такой, как вы. Уже двух человек надо знать, чтобы понять, кто я. И вот эти два товарища. И я не такой, как они. У нас уже четверых надо знать, чтобы понять, кто я. Представляете, кто я уже? А если я дальше пойду? Вот это да. Вот это через отрицание. Поэтому это простая категория. Поэтому и понятие материи очень простое. Материя – это то, единое, что есть. Ну, как можно про простое говорить много? Невозможно про него много говорить. В математике самая простая категория какая? В геометрии. Смотрите, пожалуйста. А точка? Вы знаете, что такое точка? Вы же ее называете, что это не… Чего-чего? Неопределяемое понятие. Какое? Понятие, которое не требует определения. Не требует, правильно. Это правильно. Неопределяемое понятие. Так и здесь. С материей. Как вы можете ее определить через что-то? Если вы определить через что-то хотите, а этого что-то нету, она самая простая, самая общая категория. Правильно? И все. Вы не можете ее определить. А вот дальше вы должны все определять. Так. Ну вот теперь. Материя находится в движении или не находится? Бывает такая материя, которая в движении не находится. Покой бывает или покой – это относительная такая категория? Никакого покоя-то и нету. Не бывает никакого покоя. Вы сейчас в покое? Нет. Нет. А где покой? Так его не бывает. Ну, а у покойников бывает покой? Тоже не бывает. То их тащат куда-то, то хоронят, то потом черти их едят, черви. Куда попадут? Если в землю, то черви, если на небо, то черти. Покоя нету. Покой – это чисто относительное понятие по отношению к чему-то покой. И все. Покой. Значит, материя и может только рассматриваться как движущаяся материя. А движение мы можем определить? Ну, какое определение? Это способ существования материи. Вот она только как такая, и вот тот способ ее существования, какой есть – это движение. Какое может еще быть определение этого движения? Никакого другого. Есть механическое движение, другие уже формы движения. А так просто способ существования материи. Она существует как движущаяся. И никакой другой материи нету. И не может быть. А есть разные формы организации материи. Уже это наукой выявлено. Есть разные формы организации материи. Какие? Они изучаются разными науками. Есть наука-механика. Что она, что сказать? Она изучает движение частиц или тел. Правильно? Механика. Это механическая форма движения материи. Вот вы относитесь к механической форме движения? Да или нет? Да. Правильно. Я видел, когда вы говорили, у вас так вот челюсть сразу такая. И сразу стало ясно, что это механическая форма движения. И ручкой вот так вот вы делаете. Я тоже вижу. В общем, на клетке делится. Хорошо. То есть что такое механическая форма? Движение частиц или тел. Да? Бывает небесная механика, бывает обычная механика. И бывает движение частиц. есть физика, физическая форма движения материи. Туда к ней относятся не только всякого рода механическое перемещение, там, вращение или обращение, но и электромагнитные волны. входит? В электричество входит? В электричество входит тоже, электрические явления могут? Вот никто не снимал энцефалограмму? Снимали. Да, слышали. Снимали? Снимал. Так у вас электричество есть в голове? Естественно. Естественно. Значит, вы еще и кроме механического, вы еще и физический объект. Правильно? То есть вы относитесь не только к механической, но и к физической форме движения материи. С чем я вас поздравляю? Вы пошли наверх. Дальше. Что идет за физическая форма материи? Какая? Химическая. Химическая форма материи. Завтракали сегодня? Переваривается? Наверное. Это какой процесс? Федерический или химический? Химический. Химический. Все в порядке. Все нормально? Все. Относитесь к химической форме движения материи. Так. За химической формой материи какая еще идет? Биологическая. Биологическая. Вы животные? Есть растения тут у нас? Никто не затесался? Дубов нет? Берез? Лип? Нету. Значит, биологическая. Мы это уже обсуждали с вами, да? Биологическая форма движения материи. Вы одновременно являетесь и той, и той, и той. И это все дальнейшее включает в себя предыдущее. Правильно? Так. Ну, вы уже гордо заявили, что я человек. То есть, что вы относитесь к общественной форме организации материи, к общественной форме движения материи. Правильно? Ну, вот. И это все включено. В общественную форму движения все включено, что перед этим было. Правильно? Вот. Вот это означает, что мы можем на разные уровни движения материи и разные уровни организации материи рассматривать, изучать. Но все это – уровни организации движения материи. И мы дали очень простое определение, а дальше уже пошли и разбирать устройства этой материи. То есть, какие есть уровни организации, какие есть формы движения. И получили представление о том, очень общее представление о том, как устроена общественная форма движения материи. и общественная форма движения материи, как самая высокая, включают в себя все предыдущие, все менее развитые формы движения материи. И вот теперь мы подошли к тому, чтобы начать рассматривать это. разматривать различные виды движений в логической форме. Мы будем с вами рассматривать, какие есть формы движения, выраженные логически. И те определения, которые мы будем рассматривать, это следующее определение. Мы будем рассматривать становление, Затем мы будем рассматривать изменения А затем мы будем рассматривать развитие Становление, изменение и развитие Вот это будет у нас тема На каждой из этих тем мы выделим, по крайней мере, одну лекцию А сегодня, так сказать, мы пока в оставшееся время Остановимся на одном вопросе А какая вообще самая простая категория диалектики? Кто-нибудь слышал, читал, знал? Чистые бытия А, чистые бытия Самые простые А почему это у вас самая простая? Вот можете доказать, что самая простая категория диалектики – это чистое бытие? Это вот случайным образом вы выхватили? Или это можно объяснить, обосновать? Можно объяснить Попробуйте обосновать Как вы обоснуете, что самая первая категория диалектики – это чистое бытие? Чистые бытия – это бытие без продолжения Ах, это без продолжения Только я хотел как раз начать и продолжить А вы сразу меня обрезали, и всё И что, лекции заканчиваются, что ли, мои? Нет Ну пусть зарплату платят Чистые бытия – просто есть, и всё Ну а почему без продолжения-то? Вот такого нет, что без продолжения Это у Гегеля называется по-другому Это бытие без всякой дальнейшей определённости Я правильно цитирую? Без всякой дальнейшей определённости Берём бытие как таковое Без всякой дальнейшей определённости А какое я могу вначале взять бытие, если я ещё первый раз его взял? Речь идёт о начале О начале диалектическом А если это начало диалектическое То в начале Что я могу сказать Или что я могу знать о том, что я взял? Ничего Вот это всё Только что вы мне доказывали, что у вас первая категория бытия А тут доказываете, что первая категория – ничто Вы где-то молодой человек Вы где-то договоритесь между собой Сам с собой Первая категория – чистое бытие, о котором ничего нельзя сказать Поэтому оно переходит в ничто Молодой человек Как нельзя сказать о нём, когда оно есть? Ну как нельзя сказать о нём есть? Можно о нём сказать, что оно есть А вы перевернули тут же Вы не берёте его как надо Вот оно у вас без продолжения оказалось, естественно Вы всё перевернули всё Вы когда чай будете наливать, вы вердном будете ставить? Или так? Ну так если вы берёте бытие Так надо его брать как бытие А вы берёте его О нём нечего сказать Как нечего? Вот о вас я что знаю, когда вас первый раз увидел? Что я вас знаю? Что я есть Ну так я знаю, что вы есть А вы сразу как будто Ах, я увидел, нет его Что это такое вообще? Ну как так можно? Какое неуважение? Я вот уважительно к вам Вот он есть, посмотрите, товарищи Он есть Это мало, что ли, что вы есть? Нет, этого достаточно Ну, нет, нет Опять он обязательно Свой какие-то приглашают Но я хотел вот об этом сказать То, что вы есть, как хорошо А вы обязательно вот Достаточно Если вам уже достаточно Ну да вообще больше ничего и не будет вам Не приходите на экзамен Потому что достаточно Всё вам Всё Ну как так вот Достаточно Зачем вот Вот лишние слова не надо говорить Что такое культура? Что делает? Он берёт глыбу И отсекает всё ненужное А вы берёте и притаскиваете Всё ненужное наоборот Что делается? Мусор опять Вот давно уже тащили эту антикультуру Значит, бытие Речёт о начале Что можно сказать о начале Чего любого предмета? Вот что можно сказать? Вот, товарищи, не испорченные Ещё скажите Что можно сказать в начале О том предмете, который вы изучаете? Что вы можете сказать о том предмете Который вы начали изучать В самом начале? Что? Что есть Ну да, ну Да, что он есть Всё А раз он есть, то он Бытие Правильно? То, что есть, это бытие Какое? Это уже в следующем мысе Какое бытие? Чистое Видите, как много уже наговорили? Два уже девяло мысли А вы сразу Ничто Всё Чистое бытие То есть А если я начну не с этого А вот с того, что С я Я-то про себя Всё знаю Ну или думаю, что знаю Что вы знаете про меня В самом начале Или что я могу вам рассказать Про себя в самом начале Что? Первое, что я должен вам сказать Что я Есть Потому что дальше Нечего ещё рассказывать Всё равно получается Что вы ещё всё равно Ничего про меня не знаете Кроме того, что я Есть Но вначале вы знаете Что я есть Это мало? Вам мало, что вы есть? А? Как вы оцениваете То, что вы есть? Положительно, нет? Хорошо Все? Можно сказать Все счастливы, кто есть Представляете Вас бы не было сейчас Вот лекция закончилась Все остальные есть А вас нет Это грустно было бы Даже другие Мы бы тоже опечалились Надо оценить Оценить Правильную категорию Что вы есть Это же хорошо А вот то, что вы есть Разве плохо? Хорошо Вы оцениваете Что вы есть? Ну, это хорошо Правда, и вы И вы, и вы Но это замечательно Ну, вот это вот бытие Надо на этом Для этого специально Останавливаются Философы Говорят Давайте рассмотрим Эту категорию Бытия чистого И эту категорию Давайте будем рассматривать Вот и будем Рассматривать её В следующий раз А сейчас вы подумайте Над бытием Парменито Только всю жизнь Думала о бытии Он говорил Есть только бытие А небытия вовсе нет А вам остаётся Неделя всего Одновдумывания До следующего раза Это бытие Просьба всем Подумать Про чистое бытие Спасибо за внимание Да? Да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok